Природа новогодним настроением не балует, но другие атрибуты предстоящего праздника уже на месте. Например, елочные базары открылись в городе. А какие цены нынче на зеленую красавицу и как ее правильно выбрать, сейчас узнаем. Ассортимент в этом году расширился. Кроме привычных русских елей и сосен, новинка ель датская. Такая не осыпается до двух месяцев, но стоит дороже своих соседок от трех тысяч и почти не пахнет. Остальные можно купить от тысячи до двух с половиной, но только на цену ориентироваться не стоит. Она должна быть пышной, стройной, равномерной, чтобы у нее все веточки были на месте. В принципе, елки все свежие. Вот русская ель, сосна, пихта, то есть все есть. Но она должна быть не желтой, чтобы не осыпалась до нового года. В Реутове работает три елочных базара. Два на севере, один на юге. И планируется открытие еще двух точек. Эти елки приехали из Пермского края, выращены в специальных питомниках. Средний возраст дерева 5-6 лет. И хотя до праздника еще 10 дней, торговля уже идет бойко. Предпочтения у покупателей разные. Практически все ассоциируют это с детством. Кто-то говорит, у меня в детстве обычно стояла сосна, берут сосну. Кто-то берет для запаха, то есть, соответственно, это будет та же сосна или ель. А кому-то просто нравится более пышная, это пихта. А вот спор ставить живую ель или искусственную не утихает до сих пор. Аргументов у двух сторон хватает. Мне жалко живые елки ставить. Просто жалко. Жалко, что и на Красную площадь 100-летнюю елку привезли. Она 100 лет росла и вдруг ее срубили. Я считаю, что атмосферу Нового года может дать только живая елка, поскольку вместе с ней она приносит дома запах настоящей ели, что дает ощущение праздника, зимы. Чтобы ощущение праздника длилось дольше, дерево необходимо поставить в ведро с влажным песком. Пара таблеток аспирина тоже поможет продлить жизнь елки. Даже некупленные елки пригодятся. Их отдадут в зоопарк. Для животных еловые иголки, источник витаминов и настоящий деликатес. Анна Чернова, Алексей Золотарев для РТВ.